Хочу поговорить о состоянии человека, которого мы рисуем, за которым мы немножко подсматриваем, когда он находится наедине с собой. Вот набросок Лады, когда она находилась в задумчивости некоторой. Знаете, когда человек даже самому себе не может признаться в том, о чём он мечтает, или о чём он думает, или что подозревает внутри себя. И в это время, когда с ним происходит такая откровуха наедине с собой, он в какой-то позе находится, когда тело начинает слушать то, что духовное состояние своего хозяина, мы – дух, мы – духовное состояние, а тело в расслабухе себе в некотором, да, как-то поправляет прическу, или поправляет одежду, или гладит себя, или делает себе массажик. Вы понимаете, вот что происходит с человеком, когда он находится наедине с собой. Прежде всего, это надо схватить в каких-то графических набросках или рисунках. И вот потом, после того, как мы порисовали таких вот, такие фигурки, да, у нас этого мало, и мы хотим дальше их превратить в картины, как старые мастера. Они сначала делали графику очень хорошую, с живой натуры, а потом они с этой графики делали картины. И вот мы начинаем писать картину небольшого размера, тоже с наброска, там, где девушка, возможно, или после бала, или перед балом, примеряя вот это вот бархатное чёрное платье, она замечталась о своей красоте, она задумалась о том прекрасном юноше, который, возможно, её танцевал или будет танцевать. Где-то платье немножко задралось, и вот эта вот территория очень красивого дотрагивания чулочка до бёдер таких белоснежных, да, тонкий каблучок, и всё говорит о её неприкрытой сексуальности, о её готовности к тому, чтобы приблизился юноша. И, в общем-то, вот это состояние поймать, это очень интересно для художника.